Характер и таланты, дела и поступки, внешность, образ жизни, мысли и эмоции. Все это красота. Знакомься с профессионалами, которые делают нашу жизнь еще краше. Каждый день на телеканале Казахстанская Медиа Академия программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди». Он нравственного человека. Семейные отношения сложны. А у безнравственного все гладко, написал однажды Лев Толстой. О семейных отношениях, о перепетиях между мужем и женой, между родителями и детьми и о многом другом мы сегодня поговорим с замечательным психологом, системным и семейным остановщиком Ириной Павловной Плонской. Здравствуйте. Здравствуйте. Согласны ли вы с высказыванием Лева Толстого? Полностью. Почему? Потому что отношения складываются, отношения надо взрастить. И в это время мы тоже растем. То есть без нашего роста нет отношений. Мы как два разных мира встречаемся и научиться принимать другого, ценить другого, учиться с ним говорить, договариваться, слышать его. Вот это как раз об этом. Поэтому это огромный пласт и огромный, ну, огромный рост. Невероятно. Красивые люди. Ирина Павловна, вы из тех алматинок, которым удалось прославиться чуть ли не на весь мир. Вас одинаково хорошо любят, принимают на всем русскоязычном пространстве, в Европе, в Америке. И вы прославились в редкой профессии. Системный расстановщик, психолог. Это тяжелый труд, потому что вы с каждым человеком работаете тет-а-тет. Путь начался с чего? Почему вы выбрали такую профессию и с чего все началось? Началось это давно. Это в моей природе, наверное, потому что с самого детства я была лидером. И как-то ко мне люди тянулись, и я могла находить какие-то вещи, какие-то слова. Видимо, это в моей крови, где-то это от наших предков ко мне пришло. Ну, и я все время двигалась в эту сторону. Мне интересны были отношения. То есть это всегда трогало, затрагивало меня. И как-то я вышла, я даже не знала, что это расстановки вообще. То есть у меня как-то это случалось еще и через музыку. Работа на площадке, и там тоже происходили такие интересные вещи. Просто я не знала этого. А потом как-то вот так сложилось, что я узнала, что есть расстановки, и начал двигаться в эту сторону. Это был очень интересный, интересный путь, правда. Я очень рада. И вы помните свои самые первые сессии? Сколько лет прошло? Ну, если мы говорим о терапии, о психологии, то, наверное, это более 30 лет уже. А расстановки, они пришли позже. Позже, но уже тоже, наверное, лет 15. Что чаще всего ищут люди, которые обращаются к вам за помощью? Все хотят отношений. Все хотят хороших отношений, красивых отношений. И хотят все и сразу. Вот это сложный момент, что, ну, давайте вот сделаем расстановку, и все, и у меня все. Нет. Я всегда говорю, что это путь длиной в жизни. Вы растете каждый день, вы что-то новое приобретаете, чем-то делитесь. И это очень круто. А иначе, ну, как по-другому? Скучно будет жить. Если я хороший, ты хороший, и мы вот уже, ну, не движемся друг к другу, или не движемся навстречу миру, мы перестаем познавать его и передавать другому, это уже грустно. То есть вот в отношениях это всегда должен быть полет. Между нами всегда должен быть ветер. Оша так говорил, что между вами всегда должен быть ветер. Это не залипать друг на друге. Отношения это красиво. Я беру и приношу. Я делюсь с тобой, ты делишься со мной. И этим мы друг друга наполняем. Существует ли какой-то must-have, то есть какие-то правила, о которых нужно подумать, позаботиться, что-то соблюсти, прежде чем зарегистрировать отношения? Ведь большой процент разводов от того, что люди, не подумав, принимают решение, бегут в красивую свадьбу, а потом следует какое-то разочарование. Что нужно сделать молодым или немолодым людям, которые вступают в брак, которые хотят создать семью? Ну, хороший вопрос. Это действительно очень важно, начать знакомиться. Вот когда мы идем в отношения, ведь на самом деле сначала идет знакомство у людей. А мы как-то решили, что это уже все, это вот только я увидела, значит, мне надо ему сейчас сильно понравиться, но показать себя во всей красе. Нет, надо показать, какая ты есть на самом деле. И узнать, какой он на самом деле. То есть задавать вопросы. Проходить должно быть знакомство. То есть начинать и узнавать друг друга. Вот это важно. А иначе как мы? А так и происходит, что мы хотим завоевать один другого. Представляете, мы хотим завоевать. Мы не хотим узнать, мы не хотим познать, мы не хотим соединиться, слиться. Мы хотим завоевать. То есть мы, как павлин, туда-сюда это вот показываем. Да, все, уговорили, договорились, поймали. Ну, а потом начинается реальная жизнь. А мы не знаем друг друга. Вот это очень сложный момент. Надо узнать до того, как. И иногда мне говорят, что, ну, а как же, вот я узнаю, а он там не тот. Я говорю, так и слава Богу. А если он меня увидит, что я вот другая, я говорю, слава Богу, он уйдет. Но ты пойдешь дальше. Он тебе показывает, что да, ты не та, кого он искал. Ну, так и иди дальше. И он пойдет дальше. И в конце концов вы найдете друг друга, обретете. Именно вот тогда по духу. Вот тогда будет жизнь вся, как говорится, вместе. В момент знакомства, когда вы принимаете его недостатки какие-то, и вы уже их принимаете и считаете, что, ну, ок, вот это часть его. Вот тогда вы можете начать строить отношения уже в браке. То же самое, показать, да, я вот такая, я разная. Но ведь есть вещи, которые сложно принять. Бывают вещи, о которых сейчас очень много и громко говорят, такое, как бытовое насилие. Да, но так этого не надо. Какие-то трагедии, болезни. Как жить с этим, как это принимать? Это не надо принимать. Зачем? Для этого у нас идет это знакомство. Вы ответственны за свою жизнь, как вы ее проживете. Очень часто мы идем на эго, на значимости, что, вот, или на страхи, что, ой, больше никого, ладно, хоть и этого возьму. А потом, или он пьет, ну, ладно, я его исправлю. Вот это такие большие глупости. Никто никогда никого не исправит, если он сам не захочет измениться. Никто. Поэтому вот мы делаем такие ужасные ошибки. И мы думаем, да ладно, он болеет, но переболеет. Не получится. Это надо в корне решать. И вы выбираете, или вы хотите быть сиделкой и идти по жизни, как сиделка. Ну, окей, тогда, пожалуйста. А если вы хотите жить радостно, весело и счастливо, ну, тогда идите дальше. Скажите этому спасибо, да, классно, замечательно, ты хороший. Но я хочу по-другому. Я выбираю жить по-другому. Имеем мы право. Мы каждый имеем право прожить свою жизнь достойно, так, как мы чувствуем, как мы хотим. Мы часто даже не знаем, как мы хотим. Да, есть ли какой-то, опять-таки, список вопросов, да, либо рецепт, как себя настроить на то, чтобы узнать, с чего ты хочешь от жизни. Потому что вроде бы и, да, это было бы здорово знать, что я хочу, но можно захотеть такого и не получить, и потом случается разочарование. Или так не бывает? Нет, смотри, тут на нас ведь влияет фактор наших родителей, где мы воспитывались, среда вся. И обычно мы хотим того или нет, но мы идем по стереотипу. Мы выбираем как папа, как мама таких. Поэтому наш рост начинается потом, по сути. И мы помогаем друг другу как-то вырасти. И вот если мы понимаем, что вот как папа и мама, они ругались, и это меня расстраивало. И я понимаю, что ругаться не полезно. Я учусь с молодым человеком, там, неважно, со своим партнером, не ругаться, а пробовать по-другому. А как пробовать? Я начинаю выяснять, прояснять, я начинаю задавать вопросы, я начинаю слышать, я начинаю слушать, я начинаю выражать себя. Вот это и есть мой рост, когда я могу как-то по-другому начать двигаться. Вот это и есть момент корневой. Мы начинаем только тогда, когда соединяемся вместе, чтобы вырасти и выйти из одних и тех же паттернов. И если мы осознаем это, нас просто никто не учил этому. Нас не учили, что надо слышать, нас учили давать оценки. Потому что нас приучили к оценкам, и мы начали оценивать. А тут же о другом. Не оценить, а почувствовать, для меня это хорошо, и это созвучно моему желанию. И вот тут как раз мы вернулись к твоему вопросу о желаниях. То есть мы не знаем, чего мы хотим. Но когда мы начинаем общаться с человеком, вот тогда я уже начинаю понимать. О, а вот это я точно не хочу. А вот так, да, мне нравится. И вот отсюда мы можем следовать и найти, наконец, себя. Мы, правда, через отношения с другими мы узнаем себя. Сам ты, на самом деле, не очень сильно можешь, пока ты молод, там, ну... И у нас в голове же столько чужих концепций, не своих. Мы же начинаем только, когда близко подходим друг к другу, начинаем расти. Каждый день на телеканале «Казахстанская медиа-академия» программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди». Красивые люди. Ну, вы описали такой идеальный рецепт для идеальной пары, где и он, и она готовы слышать, слушать друг друга. Делать какие-то выводы. Нет, приходят ко мне очень многие сейчас пары молодые и хотят. Да, хотят. Но ведь семья – это не всегда только он и она. Как здесь лавировать в этих процессах? Ну, на мой взгляд, лучше всего жить отдельно. Пробовать жить отдельно. Чтобы у вас внутри была устойчивость, договоренность. Чтобы у вас была здесь сплоченность. Вы научитесь здесь разговаривать друг с другом, поддерживать друг друга. И тогда вы сможете договариваться. А если по традициям молодые не могут пока себе позволить отдельно жить? По традициям, по каким-то устоям, либо по материальным даже каким-то моментам? Ну да, это часто бывает. Как выстроить отношения со свекровкой? Принять ее надо. Вот свекровку надо принять обязательно. Потому что вы потом встанете на это место. И она та, которая дала жизнь вашему партнеру. Так вот, через это можно принять. Вот благодарить ее каждый день за то, что она дала жизнь вот этому ее любимому человеку. Все. Вот этого достаточно. То есть начинать с этого, потому что все остальное будет ложь. Все остальное мы еще можем надумать, натянуть. И оно не очень работает. А когда ты благодаришь, да. Но она же дала жизнь твоему мужу. Да, дала. Тебе нравится муж? Да, нравится. Спасибо вам, дорогая. Вы прекрасная мать. Как принять тещу? То же самое. С тещей я вспомнила просто миллион анекдотов идет в эту сторону. С тещей надо принять, что да, она часть. Тоже такая же часть, но никак не меньше. Она та. И вот тут, если мы начинаем двигаться в сторону, чтобы пожениться, смотрите на их родителей, на родителей ваших партнеров. И вы увидите портрет, в общем-то, из залога через 30 лет. Или через 20. Но как принимать? С уважением. То есть принять с уважением. Это не значит, что посадить на голову. Нет. Но принять с уважением, что она дала жизнь. Правда. Она та, которая смогла дать жизнь вашей барышне. Спасибо. Да. А бывают истории, что папа жены все время критикуют своего взятия. Ну, тогда это уже классика жанра. Это уже значит, что он не реализован в своей жизни. И поэтому он сейчас не принимает. Не хочет принять, что взять там повыше там или еще что-то. Или же у них была связь с дочерью очень крепкая, что он перепутал, и он не мог до сих пор. То есть дочь не сепарирована от отца, и он ревнует. То есть там много может быть этих вопросов. Но в любом случае зятю нужно оставаться в своем центре. Оставаться тем, что он муж этой девочки. Он муж, он мужчина. И он может говорить с отцом дочери уважительно, но говорить очень твердо о каких-то своих вещах. Что я теперь решаю вопросы, и я беспокоюсь за вашу дочь. Вы можете не переживать. Вот когда вы так говорите, это уже совсем по-другому. То есть вы становитесь влиятельной. И это очень здорово. А когда и чаще всего бывает, мы пытаемся доказать, там еще что-то. Мы теряем свой ресурс, и мы в корне разрушаем всякие отношения дальнейшие. Мы соглашаемся, что да, меня можно колотить. Да, я вечно буду защищаться. Нет, вам нет смысла. Никому, ни той, ни другой стороны, не надо защищаться. Надо просто показать, что я такое, и за что я ответственна. Вот перед отцом это очень важно. Показать свою ответственность. То, что я беру на себя. И, пожалуйста, здесь мои границы. Ну, тогда и сам зять, или муж должен осознавать свое место мужское в молодой семье. И потом уже свое место по отношению к следующему кругу. Так вот он так и будет учиться, да, правда? И вот тут выяснять, а что вам не нравится. Прям идти напрямую. Тут не надо вмешивать. Вот как ни в отношениях, когда женщина приходит в семью мужа. То есть не вставать на пути у женщин двух. То есть на пути мужчин не надо вставать. То есть зятя и отца. Они сами, как два мужчины, должны проговаривать какие-то вещи. И напрямую идти и спросить, что вам не нравится. Что бы вы хотели улучшить. Дайте мне знать. Или подскажите мне. У вас, наверное, большой опыт. Дайте мне. Возможно, я что-то возьму в свою жизнь. То есть начинать с уважением. Не как к врагу относиться, а с уважением. И даже если у него были какие-то вещи, он как-то расслабится. Расслабится, потому что к нему относятся с уважением. Он же принимает как врага. На его территорию, если мы рассмотрим животный мир, на его территорию сейчас зашел какой-то молодой там самец. Ё-моё. Это зачем же он такой? Вот это об этом. Ну, какие-то вещи, конечно же, двигают. Но с этим в каждом моменте надо разбираться. С каждым. Каждый день на телеканале «Казахстанская медиа-академия» программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди». «Красивые люди». Наука о семейных отношениях, которую основал Берт Хеллингер, «Хеллингер-сиенция», она очень важна. Потому что без нее мы все выросли в разных семьях. С разным воспитанием. У многих даже взрослых отцов и матерей существует детская еще позиция, где-то незрелость. И, соответственно, потом следующее поколение тоже растут. С некоторым искаженным восприятием мира. Как вы думаете, важно ли преподавать в школах науку о семье, которая бы рассказывала о том, как находить свое место как в семье, так и в мире? Важно. Об отношениях это очень важно. И вот выстраивать вообще отношения уважительные в тех же школах, уважительные между учителем и учениками. Вот это очень важно. Правда. Это было бы, ну, я думаю, это было бы бесценно. О чем была бы первая глава в этом учебнике? О принятии папы и мамы. О благодарности родителям. Я так думаю. Ну, я бы так написала. Является ли расстановка панацеей от всех проблем? На мой взгляд, это немножко не так. То, что она работает, это безусловно. Для меня это как бы очень большая помощь. Очень большой-большой ресурс. То есть что-то мы отрабатываем, уходит какая-то травма. Освобождается огромное количество энергии. Это если с позиции энергии рассматривать. И тогда, конечно же, у тебя, как у личности, появляется больше возможностей, ресурсов. Но путь-то проходить будешь ты сам, а не кто-то другой. То есть да, там за меня что-то отработали, что там все хорошо, мне стало легче. А я потом куда эту энергию? В старой привычке. И все, я потерялся. Хотя это очень работает. Очень сильно. И если человек немножко идет уже осознанно и не ждет. Это как любую взять работу. Любое, что предлагает сейчас мир в качестве поддержки, это только поддержка всегда. Но путь-то проходим мы сами. Да, так и есть. Мы можем показать, мы можем помочь, мы можем поддержать. Но пройти придется каждому самому. Встать и пойти. Вот часто сейчас молодежь не хочет идти, не хочет двигаться. Она все еще ждет папу, маму. Что они сделают. А потом перекладывают друг на друга ответственность. Это такая большая глупость. Вот тут, если бы в школах всему этому учили, и подвели бы к 10 классу, да почему к 10, а там уже к 5, к 6 классу подвели бы, что ты ответственный сам за свою учебу. И никто бы уже не заставлял ничего делать. То есть подвели бы к тому, что если вот так, то вот так будет. А если ты никак, то это будет никак. Ну вот это большой, правда большой такой пласт. Невероятно. Да. Как вырастить ребенка самостоятельным, ответственным, целеустремленным, неинфантильным? Не мешать ему и не давить его. И в каком возрасте? Прямо вот с самого начала. Не давить. Но принимать его как человека, уже серьезно человека. И с ним разговаривать. Не на окриках. Не так ты должен. Ведь очень часто мы, как взрослые, реализуем себя в детях. Мы где-то нас давили. Где-то мы не могли сказать. Где-то мы себя обесценили. А на детях мы начинаем отрываться. А я-то взрослый. Вот это очень плохая позиция. А если я понимаю, что это тоже человечек. Он просто маленького роста. Но он такой же человечек. И вот тогда я с этой позиции уже начинаю с ним говорить. Это не о равенстве. Но это об уважении и о принятии его как личности. Вот для меня это так. Если мы отсюда начинаем двигаться. И говорить им. Не то, что ты почему не сделал, ты должен был. Никому он не должен. Он учится. А вот помочь ему научиться, это да. Не давить. С уважением. Если в школе не преподают искусство семейной жизни, то могут ли родители учить семейной жизни своих детей? Могут на собственном примере. Дети-то учатся не со слов. Дети принимают образ. Они образование получают. Они смотрят на образ. А перед ними образ мамы и папы. И их поведение. И вот это они принимают. И этим они живут. Они этим наполняются. Ну, допустим, мать-одиночка растит сына. Но она не хочет, чтобы он повторял сценарий, который был в ее поколении. Что она может сделать для того, чтобы ребенок, может быть, она не хочет замуж. Но что она может сделать для того, чтобы у сына состоялась полноценная семья. В его жизни должны появиться мужчины. Иначе она его... Как бы она ни хотела, она не может ему дать то, что может дать мужчина. То есть в его жизни или тренера, или там учителя какие-то, или больше там в детский сад, где есть... Ну, то есть какие-то группы. Он должен чувствовать вот эту мужскую какую-то. И здесь очень часто бывает, что женщина его просто ломает под себя. Она хочет создать из него того, кого она не получила, как мужа. Муж не удался, муж не такой, муж не это. И она потихоньку хочет, того или не хочет. Она неосознанно пытается этого ребенка сделать как своего любимого, хорошего, настоящего мужа. И это страшно. Потому что ребенок начинает теряться. Он перестает понимать реальность. И он, конечно же, делает для мамы. И очень часто в таких случаях ребенок начинает брать на себя ответственность, ту, которую он не должен взять по отношению к маме. И здесь, если женщина... Ну, это надо быть уже прокаченной женщиной. Вот я даже сильно и не берусь в эту сторону сказать, что женщина сражена. Может, если она не знала каких-то вещей, не занималась психологией в какой-то части. По наитию может. Не давить из любви. Вот когда она любит, но она понимает, что вот это может быть больно. Она об этом говорит. Здесь может быть больно. Но ты можешь попробовать. Вот если вот это, вот на такой грани, знаете, чувства, очень большого чувства, очень большого чувства любви и задачи, кто-то. Я хочу поддержать его в его росте. Я не мешать ему, не учить его. А я та, которая может ему помочь в этой жизни стать человеком. А что это такое? Я могу его только поддерживать. Поддерживать с любовью. Разговаривать с ним о том, в чем он нуждается, в чем его нужно понимать. Вот это да. Ну, это большой, очень большой. Ну, для меня это вызов большой, правда. И дай Бог, чтобы вот женщины так двигались. Красивые люди. Какими принципами вы руководствовались, когда воспитывали вашего сына? Двух. Двух сыновей? Да. У них оба разные. Я же все время росла вместе с ними. Я на одном училась, на втором уже как-то это проявляла. У меня разница большая. Семь лет между мальчиками. И поэтому, да, я надела тоже очень много ошибок. Ну, почему я пошла в психологию? Почему я могу и есть чем делиться? Я делюсь опытом. Вот то, что я наломала дров где-то, я до сих пор в этом. Я до сих пор сталкиваюсь с какими-то вещами, которые... Раньше бы я их не приняла, я бы начала истерить или еще что-то. А теперь я с уважением к этому отношусь. Почему? Потому что я понимаю, он не сам по себе такой. Это я помогла ему таким стать. Это моя ответственность. И мы вместе растем. Просто теперь по-другому. Существует такое понятие, два понятия. Идеальный мужчина, идеальная женщина. Вот идеальный мужчина какой? Тот, кого ты любишь. Все. А идеальная женщина? То же самое. Здорово. Потому что есть много характеров, есть много требований друг к другу. И какому делу соответствовать? А не важно какому, да? Нет, вообще не важно. Это же не стереотип. Это чувство. И для меня ты уникальный. Все. Ты невероятный. Вот это и есть. Моя правда. Ну, и мне говорить, если у меня есть сюда чувство, и я его уважаю, и мы выстраиваем эти отношения. И если мне кто-то скажет, что он не такой, да, возможно, он не такой, но для меня все ок. У меня все ок. Вот это и есть мой идеальный мужчина. Но к этому надо идти. Да. На свадьбе он идеальный мужчина, она идеальная женщина. И все гости, которые присутствуют на свадьбе, это подтверждают. Но случаются различные жизненные ситуации. В результате возникают обиды. Как их преодолеть? Да, вот обиды – это такая большая тема, но она очень важная. Если мы научимся видеть, что мы обижаемся, это из детской позиции, из той территории. И если мы начнем делать маленькие шажки, вот тут просто я немножко скажу про энергию. Тогда будет, наверное, понятно. Если я, например, на кого-то обижаюсь, да, я что делаю? Я думаю о нем, он такой, сякой, пятый, десятый. Заметьте, я думаю о нем. Очень часто у нас эта пластинка крутится в голове, мама дорогая, как долго? Так вот, если я думаю об этом, значит, я теряю свое время жизни, свою энергию. Я теряю туда. Она и туда не доходит, потому что он не слышит. Чаще всего, уже надуемся и уходим. А потом копим, копим, и уж потом взорвемся. А вот тогда уже вылим, и понеслась мама по деревне, да? Так вот, здесь очень важно начать понимать, что ты тратишь свою жизненную энергию и время своей жизни. Это то, что очень часто люди не задумываются. Ну, это такая мощная сила. Ну, невероятно. И это есть часть нас. И если мы все время туда сливаем энергию, мы теряем. А вот если я в этот момент, когда собралась обидеться, в этот момент остановилась, так, стоп, стоп. А вот сейчас я попробую выразить, а что я хотела. И я выражаю то, что я хотела. Я хотела, чтобы у меня там, ну, сегодня мы пошли в кино. Ну, хорошо. А может быть, ваш друг ни сном, ни духом и не знал о том, что вы собирались в кино. Да, так бывает. Так вот, мы обижаемся на ровном месте и тратим энергию туда, куда не следует. А наша задача – эту энергию выразить, выразить свои нужды. То есть выразить свои чувства, выразить то, что вы хотели именно сказать. Но только с позиции «я хочу это» или «я сейчас расстраиваюсь», или «я сейчас хочу обидеться, разозлиться и вообще порвать тебя на кусочки». Пока вы это говорите, вы уже раз выдохнули немножко, вы уже раз стали полегче. Вы освободились от напряжения, и вы остановились. Это очень здорово. То есть начать следить самому за своими обидами, за тем, как я себя веду. И быть ответственным за это. И выражать себя. Красивые люди. Когда женщина выражает много претензий, либо сразу начинает выражать решение, «я хочу, чтобы это было так», то, возможно, она скоро станет мамочкой. Да. Или вообще никем не станет, останется одинокой женщиной. Здесь о другом. Выражать я имела в виду свои чувства. Выражать свои чувства. Вот сейчас я расстраиваюсь. Ну и тогда человек может спросить, а на предмет чего? Вот тогда вы можете сказать, что вы хотели. Я думала, что мы сегодня идем в кино. А милая, ну извини. Все. Вот тогда, когда вы не наехали на человека, тогда он не будет закрываться и защищаться. Тогда он готов будет с вами начать взаимодействовать. Когда вы выражаете только себя. А у мужчин у них ведь такая задача, чтобы как бы спасать нас. У них же это. А если мы... Вот тут очень важно не перегреться и не включить маленькую девочку. «Ой, я там несчастна». Нет, это они тоже терпеть не могут, мужчины. Мужчинам важно, чтобы вы выразили ясно свои чувства. И очень четко сформулировали свой запрос. Запрос, просьбу. А не «я желаю и будет так». Вот это не работает. Вот когда попросить, что-то мне очень нравится иногда, он должен сам все помнить или додуматься, или что у меня в светлой голове. Это плохо работает. Надо начать выражать себя. Ну, достойно. И в моменте. Не копить. Да. Тогда не будет обед. Но тогда нечему будет выплескиваться. Это еще лучше. Начинайте выражать себя. И расскажите про традиционные ретриты Ирины Блонской, которые бывают выездные. На Иссыкуле, либо за городом. Да, я сразу улыбаться стала, потому что это мое детище. Это то, что родилось когда-то, лет, наверное, 18 назад. Родился этот проект «Путь к себе». Это когда я поняла, что людям не хватает знания о себе, понимания, что я такое. И вот для этого я создала такой трехдневный ретрит. И он работает. Это очень здорово. Мы делаем разные практики. Есть элементы расстановок. Я знакомлю. Если люди не знакомы были, я знакомлю их с отношениями. В отношении дети, родителей и все прочее. Мой первый опыт расстановок, когда мы это делали под музыку, это называется работа на площадке, вот это я оставляю, это всегда как праздник. Это и празднично, и музыкально, и это глубоко. Это тоже работает. Дыхательные практики, телесное ориентирование. То есть очень много включено там. Но всегда это идет по запросу группы. Вот насколько группа сейчас движется сюда, вот настолько мы туда идем. И мы можем, мы очень гибкие, мы можем очень быстро переориентироваться и сделать что-то другое. Как ведет пространство, поле ведет. И результаты впечатляют? Ну да, люди обычно говорят, что жизнь до и после. То есть это разные вещи. Ну потому что это правило. Опускать, не контролировать, да и доверять пространству. То есть я живу, я теку дальше. Это случилось, и мы пошли дальше. Это случилось, и мы пошли дальше. Просто радуешься. Когда у людей в глазах блеск, и когда они приходят и делятся, говорят, а теперь у нас вот так, и мы дальше продолжаем. И вот тогда мы уйдем уже там, может быть, в групповую терапию. Иногда это консультации, иногда это консультации вдвоем. Но все что угодно происходит. Но люди готовы двигаться, меняться. Это работает. Вас ярко узнали и запомнили. Алматинцы точно по фестивалю Форе. В этом году будет фестиваль, какой он планируется? Да, в этом году будет Форе. И это опять же будет тоже формат трехдневный. Сейчас вот Танечка, она прям взялась за это плотно. И я как один из родоначальников этого фестиваля, я подключилась, у меня сейчас есть время, и я хотела бы, чтобы вот он созвучал. И я не хочу сейчас много об этом говорить, потому что Танюша, она все же руководитель этого. Хотелось бы, чтобы она говорила «но». А немножко могу сказать о том, что мы хотим, чтобы там было больше чистоты в отношениях. Мы хотим вот эту сердечность привнести в это. Немножко. Ну вот как-то так мы планируем. Ну за сердечность и любят Форе. А за их боль? За плытость, за легкость, да. А вот сейчас мы хотим туда немножко глубины добавить. 26-го до 7-го, 28-го будет, августа. Так, друзья, в конце лета, 26-го, 27-го и 28-го августа в Алматы состоится традиционный фестиваль Форе, который объединяет людей с различными духовными практиками. И с различными духовными, и спортивными, и бизнес. Очень хорошие школы бизнесовые там представлялись в том году. И в этом году тоже самое планируется. Пригласить серьезных спикеров для этого. Там будет очень красивое место, очень красивое, очень интересное. Там детские, будут очень много детских работ. И спортивные вещи. То есть там будет о многом. И понятно, музыки. Много музыки. Шикарно. Я благодарю вас, Ирина Павловна, за то, что вы остаетесь в движении, за то, что вы несете в мир то, что вас наполняет, и то, что вы пропускаете через себя и через свое сердце бесконечные проблемы множества людей. Помогая трансформироваться, преобразиться, и сделать свою жизнь еще более легкой, яркой. И самое главное, радостной и счастливой. Спасибо вам. Спасибо. Характеры, таланты, дела и поступки, внешность, образ жизни, мысли и эмоции. Все это красота. Знакомься с профессионалами, которые делают нашу жизнь еще краше. Каждый день на телеканале Казахстанская Медиа Академия программа Гульбахор Хасановой «Красивые люди».